Маленький Катар, где сейчас проходит чемпионат мира по футболу, продолжает отстаивать свою исламскую идентичность. Несмотря на давление общественности, власти страны не прогнулись под так называемые европейские ценности. Нет, на въезде у болельщиков и игроков не спрашивают их ориентацию. Но публичные проявления, а тем более пропаганды ЛГБТ, категорически запрещены. Это харам. Вы понимаете, что значит харам? Да, геи – это харам, потому что это повреждение разума. Мы готовы принять всех, но мы хотим, чтобы те, кто к нам приезжает, уважали наши правила и ценности. Из-за этого запрета капитанам команд, поддерживающим ЛГБТ-сообщество, пришлось отказаться от радужных повязок. Кто-то воспринял это спокойно. А кто-то, как, например, лидер голландской сборной Вирджил Ван Дейк, до последнего грозился выйти на поле с повязкой Ван Лав на руке. Но в последний момент одумался. Не меньшим шоком стал запрет алкоголя на стадионах, озвученный в последний момент. Болельщики пытались бунтовать, но президент FIFA отрезал – вы не умрете за три часа без алкоголя. Лично я думаю, что если три часа в день вы не сможете выпить пиво, вы выживете. Тем более, что на самом деле такие же правила действуют и во Франции, и в Испании, и в Португалии, и в Шотландии, где тоже запрещено пить пиво на стадионах. Но сейчас это почему-то вдруг стало важным и появились претензии. Это из-за того, что мусульманская страна… Действительно, тема запрета ЛГБТ и алкоголя обернулась настоящим скандалом. Западные СМИ обрушились на Катар с резкой критикой. Только ленивый не обсудил якобы чрезмерно традиционную позицию мусульман по отношению к семейной жизни. А власти Лондона и вовсе попытались вычеркнуть эту исламскую страну из жизни британцев. Убрав всю рекламу, касающуюся туров в Катар. Действительно, Катар показал, во-первых, продемонстрил свою такую мужскую, общечеловеческую, мусульманскую идентичность. Потому что такое давление сегодня могут выдержать не все, даже крупные и большие государства. Поэтому, алхамдулиллах, мы гордимся этим. И для нас очень важно, чтобы то, что Всевышний создал, то, что мы называем первозданностью, фитрой, мы ее должны сохранить, потому что человечество без этого выжить просто не сможет. С каким восхищением говорят о приезде шейха Закиры Найка. Безусловно, это феномен, это человек, которым гордится весь мусульманский мир. Но почему-то не увидели то, что действительно Катар продемонстрировал, несмотря на огромное, практически на вселенском уровне давление, тем не менее, это маленькое государство действительно выдержало. Конечно, шейх там наверняка способствовал тому, что какая-то часть людей обратилась в ислам. А то, что миллионы могут взять с этого пример и быть достойными просто людьми, на это, к сожалению, мы сегодня мало обращаем внимания. Кроме того, в Катаре запрещены громкая музыка, оскорбления религиозных ценностей, а также слишком откровенные наряды. Однако не все гости оказались готовы уважать правила хозяев. Например, болельщица из Хорватии Ивана Кноль появилась на матче в платье с максимально вызывающим декольте. А когда на девушку в соцсетях обрушились сотни упреков и даже требований арестовать, та обвинила подписчиков в нетерпимости. Интересно, почему многим так хочется самоутвердиться за счет таких вот шокирующих выходок? Как вы думаете? Пишите в комментариях. Пишите в комментариях.